Бог дал человеку два уха и только один, и все для того, чтобы он больше слушал, чем говорил. Привет, Даша! И сегодня видео посвящено закончившимся косметическим продуктам, и заодно и покажу покупочки из FixPrice. Я, в принципе, не снимаю видео, посвященное FixPrice, просто потому что я там покупаю буквально по одной-две вещи, и мне не кажется, что ради двух веществ нужно снимать отдельное видео. А вот так вот, если покупка придется на день съемок, то пожалуйста. Ну, начнем мы с использованных продуктов. Это дезодорант от Горниер, который я уже показывала. Он такой очень удобный, небольшой, шарообразный, такой прям, его так славненько мацать в ручках. И да, извините, я могу быть красной, потому что я только что с велосипеда слезла, и вот. Ползу справляется с возложенными на него функциями. Очень рекомендую, как для ежедневно пользоваться, так и куда-то в дорогу совпать, потому что, я повторюсь, он очень-очень компактный, ну и бисточка выглядит вот таким образом. Необычная форма, неправда. Уже купила себе другой, точно такой же. Очень рекомендую, уже в эти раз беру данный продукт. Также из вещей повторяющих, которыми, безусловно, очень-очень довольна, это от Сиберика, облепиховый скраб для кожи головы. Он замечательен именно тем, что после него волосы остаются чистыми дольше. И чем дольше им пользуешься, тем дольше они остаются чистыми. У меня он очень приятно пахнет такой вот, облепихой. Очень приятно. И мне говорили, что от него волосы больше выпадают. Я за собой такого не наблюдала. Вот. Так что, видимо, тут у кого как. Так, так что вот тоже фаворит, тоже я уже купила себе новую, 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 новую. Новый. Уже, по-моему, тоже третий раз. Далее. Крем-гель для век от отеков и темных кругов под глазами, без парабенов, со всякими экстрактами и маслами, от фирмы Байкал. Потом, как я поджала губ, уже можно догадаться, что ничего хорошего я про него не скажу. Собственно, сам флакончик у нас на один миллилитр. Вот такой. Не знаю, что тут такой носик. Очень удобно выдавливать. И на этом удобство заканчивается. Тут написано, что он с охлаждающим, ничего подобного. Вообще, он очень питательный. Вот это я должна подметить. Кто любит питательные крема, покупать. Далее. Кот Флау. А, нет. Я не знаю, как это читать. Поэтому я давайте просто покажу упаковку. Вот таким образом. Это крем для стоп. Он очень классный. Он очень питательный. Прямо вот то, что надо. Идеальная консистенция для кожи стоп. Потому что мы все знаем, что там нужен особо питательный крем. И он полностью с этой задачей справлялся. Поэтому очень рекомендую. Если где-то увидите, покупайте. Далее. Вот и фрешет. Плак-плак. Закончилось средство. Для... Я уже забыла, для чего. Но у меня давно закончилось. Вот. Для очищения и тонизирования кожи. Очищающая нацеляная вода. Я сначала ей пользовалась по назначению. Потом поняла про нее шикарную вещь. Все мы делаем помарки во время макияжа. Чем примечательное средство? Ну, конечно, смойкается, но не разотрет вам. Здесь потрясающее отверстие. Чем же оно волшебно? Сюда аккурат пролазит ватная палочка. Если где-то согрешили макияж, особенно макияжи век. Где нужна такая ювелирная работа, ювелирненько так подправить. То есть, просто просовывать сюда палочку. Обеспечиваем смачивание ей. И она удаляет просто вот с одного взмаха. Не надо ничего тереть там. Что-то там. Никакие следы не остаются. Как по мгновению волшебной палочки. Так что вот незаменимая вещь. Вот этот план. Я очень-очень сильно расстроилась, когда она у меня закончилась. Вот, конечно, я ее не только для этой цели применяю. Но вот именно подправить макияж идеально. Идеально именно за счет того, что само средство предназначено для снятия макияжа. И за счет того, что как раз-как раз повазит ватная палочка. Надо ее вот так вот сидеть на матче, рискуя, залить весь туалетный столик. Просто вот прелесть. И, к сожалению, в Ифраше изменилась сумма минимального заказа. Так я бы уже давно себе второй бы уже такое заказала. И последняя вещь, которую я сегодня покажу, это тоже от Ифраше. Бесцвет и кородаж для губ. Он автоматически. И не выкручивается. Ну вот он... Как бы показать... Ой. Ой. Он видит такого телесного цвета. Но на губах он действительно выглядит невидимым. Мне не понравился. Не понравился за счет того, что я читала... Айрекоменд или Айрекоменд, как правильно. Просто одна девочка на ютюбе все время неправильно произносит. Поэтому я стала путаться, как правильно произносить. В общем, вы поняли. Там я прочитала только хвалидный отзыв, что ой, как шикарно. Помада не растекается там по всему лицу с помощью этого карандаша. Что за хрень? Она у меня и так не растекается. Для чего я использую карандаши для губ? Я, ну, конечно, обвожу. А потом зашлиховываю сверху помаду, если нужно блеск. Если помада подсушивает губу, то и блеск. Мне нужен карандаш для губы для того, чтобы помада дольше держалась. Потому что я не возраза. Этот карандаш не выполняет этой функции. И, например, вот чисто вот, чтобы контур губ им обвести. И я, как бы, оно мне надо. Оно мне не надо. И я к подобному хищению косметическому не прибегаю. И поэтому я нашла этот карандаш для себя бесполезным. Повторюсь, что я говорю именно о том плане, чтобы удержать помаду подольше на губах. Я и не говорю о качестве обводки. Вот. Значит, косметикой мы закончим. Покажу фикс-пайс. Где он вообще? А, вот он. У меня закончились ватные диски. Я прибрала 150 штук. Вот таких. Далее. Незаменима, согласитесь, в жизни любой девушке вещь. Нужно стереть макияж? Ватный диск. Нужно брать маникюр? Ватный диск. Нужно очистить кожу утром? Матилярда водой? Ватный диск. Куда без него? Никуда. Ну и два предмета из канцелярии. Это фигурные скрепки для моих личных негоп, потому что я, бывает, пишу важную информацию, которая в будущем может пригодиться. И вот, чтобы быстро найти нужную, буду использовать в скрепке. Как-то закладочки меня не плещают для именно этой цели, а вот скрепочки очень даже. И бумагу для записи, такие, знаете, квадратные, для заметок, не скрепки, этим, не скрепки. Выглядит вот так вот миленько, я взялся в любимого синего цвета. Открывается, да, открывается и, собственно, используется, врывается, пишется и так далее. Вот таких цветов. Собственно, это было все. Из фикс прайса. Я вообще рекомендую, у нас открылся, действительно, где-то в феврале, полгода прошло. Я сколько хожу, сделала для себя открытие. В начале каждого месяца там, ну, пополнение ассортимента, это само собой, и поступает новая коллекция. Например, коллекция приметов на тему жель, или коллекция приметов, сейчас арбуз пошел, все, что угодно. Тряпочки для мытья, резные доски, стакан, кружка, там, что-то, фартук, все, что угодно на арбузное тело. Вот, это тема арбуза. Так что, если вам нравятся арбузы, проходите, эффект спайс. Вот, так что, рекомендую, если вы пойдете в фикс прайс, ходите туда именно в начале месяца, когда товара полно-полно, вы забили, и, собственно, и к чему я вела. И к чему я не вела. На этой ноте, какой-то сумбурной, дикой, попрощаюсь с вами. Пожелаю, чтобы в солнечную погоду у вас были при себе солнечные очки. В ночь с зонтиком. Пока!